Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости муниципалитета. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Начался отчетный период главпоселений. Первый состоялся в Горках Ленинских. В городском поселении Горки Ленинские действуют и реализуются 10 муниципальных программ. Прием жителей провел депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов. Стараюсь не вникнуть в историю, понять, как им можно помочь. Мотоболисты видновского металлурга приняли участие в поэтическом проекте «Стихи живут». Отчизни, кубок сей, друзья, стране, где мы впервые вкусили радость бытия, поля, холмы родные. В Ленинском районе существует традиция. Ежегодно главы поселения отчитываются о проделанной работе перед местными жителями. Но в прошлом году глава муниципалитета Валерий Венцель предложил проводить подобные отчеты раз в полгода, чтобы граждане могли полнее видеть динамику работы администрации поселений. На первом таком мероприятии побывала и наша съемочная группа. Уже второй раз стены обновленного дома культуры в Петровском принимают отчет руководства поселения Горки-Ленинские. Начиная с прошлого года, помимо главы поселения, перед жителями выступит и руководитель администрации. Первое слово взяла Наталья Комалихина. Она начала с рассказа о реализации на территории поселения ряда государственных программ. Бюджет городского поселения Горки-Ленинские Ленинского муниципального района Московской области на 2019 год расходуется по целевым статьям на муниципальные программы. В городском поселении Горки-Ленинские действуют и реализуются 10 муниципальных программ. Наталья Комалихина рассказала о том, на каком этапе сейчас находятся работы по возведению водозаборных узлов и канализационных насосных станций в населенных пунктах городского поселения и отметила, что развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности находятся под особым контролем администрации района. Также глава поселения доложила о реализации программ «Светлый город» и «Дороги Подмосковья». В рамках реализации государственной программы Московской области развития и функционирования дорожно-транспортного комплекса на 2017-21 годы были выделены средства на ремонт дорог в деревнях с учетом областного софинансирования. Большая часть выступления Натальи Комалихиной была посвящена социальной деятельности в поселении. В частности, она рассказала о спортивных и культурных мероприятиях, о работе с обращениями граждан, о развитии органов местного самоуправления. После нее слово взяла руководитель администрации городского поселения Горки-Ленинский Светлана Литвинова. Она озвучила ряд шагов, которые предприняло руководство района относительно отдельных групп населения. Советом депутатов городского поселения Горки-Ленинский принято решение с 2019 года выплачивать по 3 тысячи рублей вдовам участников войны, их у нас 10 человек, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, 4 человека. Ранее эти выплаты составляли 2 тысячи рублей. Также она отметила, что в настоящий момент границы между поселениями практически стерты, и многие вопросы, например, касающиеся новых микрорайонов, приходится решать сообща. По ее мнению, теперь эти процессы ускорятся и станут проще, благодаря объединению поселения в городской округ. По окончании выступления Светланы Литвиновой, гражданам обратился первый заместитель главы администрации района Дмитрий Волков. Я вас всех хочу поприветствовать и передать вам большие слова благодарности от главы Ленинского муниципального района Валерия Николаевича Венцеля. Он попросил вас всех поблагодарить за ваше неравнодушное отношение к вашей любимой территории, к вашему взаимодействию с органами местного самоправления. Конечно же, это в первую очередь к органам поселенчинским, которые должны всегда реагировать на те пожелания, предложения, а где-то и решать проблемы, желательно всегда это делать совместно, те, которые возникают у нас на земле. Традиционно программа отчета включала в себя и ответы на вопросы местных жителей. Более 120 человек собралось сегодня в зале. Вместо получаса, отведенных регламентом, разговор с гражданами затянулся почти в три раза. По окончании встречи произошло награждение активных работников культуры, спорта, социальной сферы, общественников городского поселения Горки-Ленинские. Им вручили дипломы и памятные медали в честь 90-летия образования Ленинского района. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Состоялся очередной прием жителей депутатам Государственной Думы Вячеславом Фетисовым. О том, с какими вопросами обращались жители, узнаете из нашего сюжета. Жители муниципалитета, попавшие в трудные жизненные ситуации, раз в месяц в рамках региональной недели могут обратиться за помощью к депутату Государственной Думы Вячеславу Фетисову, записавшись к нему на прием. Бывший сотрудник Видновской противопожарной службы с выслугой более 20 лет Александр Иванов попросил посодействовать в вопросе улучшения жилищных условий. Я имею право на получение жилья в соответствии с федеральным законом 342 от 8 декабря 2010 года, который обязывает органы местного самоуправления предоставлять жилье в соответствии с статьей 3 при выслуге 10 лет и более, которые состояли на учете нуждающихся и улучшения своих жилищных условий. Однако проблема состоит в том, что в очереди на жилье Александр не состоял. Структура, в которой он работал, по каким-то причинам не поставила его на учет. Вячеслав Фетисов предложил Александру Николаевичу обратиться в суд, а со своей стороны пообещал сделать депутатский запрос на имя министра МЧС. Реагировать они обязаны нам по-любому. Министр МЧС нам напишет, на самом деле, почему это произошло. Администрация поможет вам сформировать судебное дело и поддержит вас во время судебного заседания. Другая, обратившаяся за помощью, жительница 12-го дома по Петровскому проезду Валентина Волченко. Ее интересовала возможность изменения муниципального маршрута автобуса номер 7, а также качество ремонта, сделанного в подъезде ее дома в 2017 году. Прошел позже, вот вам все на 4-го подъезда. Благодаря тому, что Вячеслав Фетисов традиционно проводит прием вместе с представителями муниципальной власти, некоторые вопросы можно решить очень быстро. Сегодня после 14.00, пожалуйста, будьте дома, приедут представители, еще раз покажете им то, что там есть, и мы обязательно вам поможем. Также с жилищным вопросом обратилась семья Крыловых. В квартире по договору соцнайма проживают по факту 8 человек. Жить в таких условиях тяжело, но решение, наконец, было найдено. В дальней ситуации, с учетом того, что очень подходит, а если вам два разных жилых помещения предлагают, вы на это будете согласны? Например, там две однокомнатные квартиры? Я думаю, да. Да? Давайте на этом остановимся. Понять каждую человеческую проблему и пропустить ее через себя нелегко. Но в этом и есть работа депутата, считает Вячеслав Фетисов. Стараешься не вникнуть в историю, понять, как им можно помочь. Вот что-то получается. Мы говорим, здесь иногда и коллизии законодательные, есть много вопросов, связанных с несовершенством этого законодательства, или с тем, что люди просто сами в свое время упустили свои возможности и сегодня, в общем, попали в тупиковую ситуацию. По словам Вячеслава Александровича, без выходных ситуаций не бывает. Нужно просто начать действовать. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Сотрудники дорожно-патрульной службы не только следят за порядком на дорогах района, но и иногда помогают его жителям появиться на свет. На прошлой неделе сразу двум будущим мамам понадобилась помощь людей в погонах. Тему продолжит Екатерина Борисова. Еще на прошлой неделе Ирина Митрошина только выбирала роддом, в котором будет рожать сына. Срок был семь месяцев. Казалось, что времени впереди много. На обратном пути после посещения Дня открытых дверей в Витнамском перинатальном центре случилось неожиданное. У меня начался процесс родов. И у нас не оставалось выбора, как вернуться обратно и рожать здесь. Мы когда выезжали из города, к сожалению, видели, что там не очень хорошая обстановка на дороге. И очень переживали по этому поводу. И нам, к счастью, встретился автомобиль от наших ДПС. Я, наверное, радовалась ему, как четырехлетний ребенок. И он нас очень быстро и оперативно сопроводил до роддома. Через час после того, как Ирина снова переступила порог перинатального центра, родился ее второй сын Илья. Сотрудники ДПС решили навестить молодую маму, в судьбе которой они приняли непосредственное участие. Ирина Юрьевна от Государственной инспекции безопасности дорожного движения вручаем вам такой скромный подарок. Хотим пожелать вам здоровья, чтобы вы росли, поправлялись и как можно быстрее вас выписали домой. Сотрудники полиции передали игрушки для сына, а Ирина еще раз смогла поблагодарить за помощь своего спасителя. Инспектора ДПС Ленинского района Алексея Познякова. Можно я вам руку пожму? Спасибо вам огромное, мы без вас не справились. Алексей уверен, никакого геройства в его поступке нет. Он просто делал свою работу. Надо было сопровождать быстро, времени не было на раздуме. Все, я сказал, садитесь в машину и следуйте за мной. Я включил проблесковые световые маячки, звуковые, световые, и мы направились в сторону города Видно, к роддому. Кстати, на прошлой неделе с сотрудниками ДПС произошел еще один подобный случай в селе Молоково. Подошел человек, он искал сотрудников полиции. Подошел человек, сказал, что у него рожает супруга, просит оказать помощь в доставлении в спиринтальный центр. Так как было воскресенье, и дорожная ситуация была очень сложная, пробки были. Посадили ее на переднее сиденье в автомобиль, включили проблесковые маяки, звуковой сигнал, и поехали. На следующий день позвонили мужу, спросить, как жена у него самочувствия. Сказал, что через 20 минут после приезда жена родила сына. Молодую маму Эладу Хозяеву сыном уже выписали из роддома, поэтому поздравить женщину с этим событием спасители в погонах отправились к ней домой. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видно. К нам на канал обратилась Елена Кудешова, хозяйка приюта для животных «Кошкин дом», который располагается в деревне Дальней Прудище. Уже несколько дней с арендованной Еленой территорией ее вместе с сотней кошек и десятью собаками пытается выжить арендодатель, которому, к слову, заплачено аж до 20-х чисел августа. Обращение в полицию пока своих плодов не принесли. В ситуации разбиралась Татьяна Брылова. Территория частных владений на окраине деревни Дальней Прудище огорожена высоким забором. Ворота на замке. Елена Кудешова, арендующая часть строений для приюта «Кошкин дом», попасть во двор не может. Хозяин Дмитрий Астаулов сменил замок. Арендодатель пытается незаконно нас выселить, угрожая животным, угрожая нашей жизни. У нас все проплачено на 22 августа. Сейчас нам отключили свет, воду. В момент нашего приезда арендодатель отвечал на вопросы сотрудника полиции. На наш вопрос о причинах своего поведения он отвечать отказался. Кстати, такие теплые отношения в переносном смысле, конечно, у этого человека складываются и с соседями. Причем так было не всегда. Всегда помогали его, как человек, мне относились. Ну, сейчас смотрю, что там. Даже не знаю. Меня обвиняли, как бы я их не учетчик, свет их не отключал или воду не накрыл. Что же касается приюта, на территорию нам удалось попасть. По словам сотрудника полиции Елена Кудешова, имеет на это полное право документы на аренду в порядке. И тут же увидели следы пребывания хозяина владений. На первый взгляд, можно подумать, что на территорию приюта пытались попасть грабители. Но на самом деле это дело рук самого хозяина. Света и воды в помещении, где находятся более сотни животных, нет. Но сотрудники приюта как могут поддерживают порядок. Кошки и собаки сыты и, кстати, принимают посетителей. Вот к молодой дворняге по кличке Халва приехали супруги Смирновы. Когда-то несколько щенков подкинули к их дачному участку. Одни уже пристроены. Пятимесячная Халва пока ждет своих хозяев. Стараемся пристроить по очереди хотя бы. Просто блещенки двухмесячные. Да, вот такая у нас красота. Вот такая вот девочка. А тебе взять? Нет. Или у вас есть? У нас есть. Мы тоже взяли из приюта собаку. У приюта много друзей. Ведь существует он исключительно на личные средства Елены Кудешовой и ее мамы и пожертвования. В трудную минуту хозяев кошкиного дома приехала поддержать Юлия Русакова, которая тоже взяла двух кошек в этом приюте. Для решения любых вопросов, я считаю, что есть цивилизованные методы. И самое простое – это сесть, поговорить, рассказать, что не устраивает, либо обозначить свои требования. А вот таким образом пугать животных и пугать людей – это просто… При этом человек себя называет, ну, не знаю, психоаналитиком. Наверное, ему тоже пора полечиться. Адекватен или нет арендодатель, могут сказать только медики. Но к разбирательству в этой ситуации подключились еще и администрация Молоковского сельского поселения, а также общественный деятель Илона Броневицкая. Мы тоже будем следить за развитием событий. Когда монтировался этот сюжет, стало известно, что хозяин владений вновь сделал попытку прогнать со своей территории Елену Кудешову и ее животных, распылив в помещении газовый баллончик и открыв все двери. В результате сегодня весь день сотрудники приюта ловили по округе разбежавшихся животных. В районном историко-культурном центре с 2016 года проводят поэтические чтения в рамках проекта «Стихи живут». Но этим летом проект стал еще ближе к народу. Первыми в нем приняли участие работники Московского коксогазового завода. В этот раз наша съемочная группа приехала на стадион «Металлург» в гости к мотоболистам. Спортсмены прочитали стихотворение о родине поэта Василия Жуковского. Историко-культурный центр расширил границы своего творческого проекта «Стихи живут», идею которого поддержали многие организации города Видное. Мотобольная команда стала одной из первых, кто принял участие в поэтических чтениях. Как-то раз, прочитав в газете статью, в которой певица Елена Камбурова говорит о поэзии, как о пополнении озона в обществе, методист Наталья Замарина решила, что стихи должны жить и тут же начала действовать. Поэзия хранит лучшие образцы нашей речи и не дает словам обесцениться, наполняет слова живым смыслом, и мы продолжаем понимать друг друга, и мы остаемся народом. Еще задолго до чемпионата Европы по мотоболу спортсменам предложили принять участие в поэтическом проекте со стихотворением Василия Жуковского, строки которого в итоге оказались для них пророческими. Отчизни кубок сей друзья, стране, где мы впервые вкусили радость бытия, поля, холмы родные. Родного неба, милый свет, знакомые потоки, золотые игры первых лет и первых лет уроки. Что вашу прелесть заменит, о Родина святая, какое сердце не дрожит, тебя благословляя. Это стихотворение нашло отклик в сердце каждого мотоболиста. Тренер российской сборной Валерий Нефантьев признался, что строки великого поэта смогли отразить его чувства и снова погрузить воспоминания о триумфальной победе над сборной Германии. 22 июня, в день начала войны, был финал чемпионата Европы со сборной командой Германии. Поэтому когда, я уже стал сентиментальным, когда звучал гимн России 22 июня в Германии, поэтому это навело действительно такое событие эпохальное для нашей спортивной жизни. Мотоболисты убедились, что стихи живут, когда они звучат. Поэтому призвали всех скорее присоединиться к проекту Историко-культурного центра, больше читать и вдохновляться произведениями великих поэтов. Анастасия Воронина, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видноэтово. На сегодня это все. Желаю вам хорошо провести выходные дни. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова